Утро Карачаево-Черкесии приветствует вас. На четыре дня Карачаево-Черкесия стала спортивной столицей страны. Завершилось первенство России по вольной борьбе среди юниоров до 24 лет. Высокие состязания по уже сложившейся традиции принимала станица Преградная Урубского района. Ахмад Халкечев расскажет подробнее. После официального открытия от имени главы Республики Рожита Тимрезова и всего депутатского корпуса, гостей и участников состязаний поприветствовал спикер парламента Александр Иванов. Спортсменам он пожелал исключительно здорового азарта и честных побед. Большая честь для всех нас. И я думаю, что это будет большой праздник. И вы подарите хорошие результаты. Мы возлагаем на вас очень большие надежды. Хочу пожелать, чтобы вы нашли здесь не только победы, но и подружились. В соревнованиях собрали около 400 сильнейших борцов из более чем 30 регионов страны. В первый день состязаний за выход в полуфинал боролись борцы в весовых категориях 57, 70, 86 и 125 килограммов. Ну а победители по ним определились уже во второй день. С теми рамы правильный подход был. И как видите, получилось. Соперник в финале, честно говоря, не думал, что такой крепкий. Сложно было. Нормально. Оспаривая звание сильнейших в своих весовых и возрастных категориях, на ковру первенства выходили как победители национальных состязаний, так и чемпионы мира. На третий и четвертый день сильнейших определили веса 61, 65, 74, 79, 92 и 98 килограммов. Здесь, как прогнозировали спортивные аналитики, у нашей республики имеются безусловные фавориты. Именно на эти веса у нас есть хорошие ребята. 65 килограммов борцы Дуваев, Рустам, Джан Дубаев Амаль, 79 Тамбиев Азрит, тоже придет в Россию по молодежи. На завтра, мы надеемся, у нас будут медали. Ожидания главного тренера сборной нашего региона подтвердились практически полностью. В финале Амальдзян Дубаев стал обладателем золотой медали, а Рустам Дулаев завоевал серебро. По всем возрастам в этом году на России представители Черкесии очень хорошо выступили. И с каждым годом чувствуется, что уровень борьбы здесь с Карачавой и Черкесией поднимается. Потому что работают тренеры, очень много молодых тренеров, перспективных тренеров, которые отдаются своей работе. По результатам этих соревнований будет сформирована сборная команда нашей страны, которая в конце октября поедет на первенство мира в Албании. Сильный состав российской сборной по вольной борьбе гарантирован, отмечались судьи, следившие за состязаниями. Ахмад Халкищев, Виктория Карпенко, Вести Карачаево-Черкесия, Урубский район. Есть такая профессия – родину защищать. Эта фраза прозвучала в легендарном советском фильме «Офицеры» и сразу пошла в народ. Она как нельзя лучше описывает то, чему свою жизнь посвящают офицеры из различных силовых ведомств. Сегодня в России отмечают День офицера. Офицерский состав, лицо государства, ее основа и опора. От профессионализма, опыта, грамотной тактики командиров зависит не только дисциплина и порядок, но и готовность к выполнению поставленных задач. А это значит, что в руках офицеров находится безопасность и спокойствие страны. Далее прогноз погоды, а в 9 часов смотрите «Вести» на карачаевском языке. Удачного всем дня и встретимся завтра. В Карачаево-Черкесии переменная облачность, ночью преимущественно без осадков. Днем в горах кратковременная дождь и гроза. Ветер восточный – 5-10 метров в секунду. Днем будут порывы до 14. Температура ночи 15-20, в горах до плюс 14. Днем 30-35 градусов тепла, местами до плюс 25. В Черкесии без существенных осадков. Ветер восточный – 5-10 метров в секунду. Днем будут порывы до 14. Температура ночью 18-20, а днем 33-35 градусов тепла.